замотаем сейчас всем привет все так что ты будешь приглашать кого-нибудь на день рождения не знаешь еще у ксюши в следующую субботу день рождения ну как что делать я не знаю что вы делаете на день рождения ты когда ходила к своему другу что вы делали ничего ничего ну вот и будут ничего не делать дождик идет дождик дождик у нас на этой неделе дожди каждый день на следующей неделе по-моему тоже на следующую субботу вроде хорошая погода или нет не знаю может поменяться все поэтому я не знаю все хорошо тебе повеселиться макс ушел на день рождения девчонки сейчас уйдут в школу мы останемся только с каролиной с бабушкой с каролиной сейчас придет врач поставит капельницу его у нее 10 капельниц по моему 4 мы уже сделали 3 или 4 сделали тебе не надо идти уже час тебя в час 15 автобус на день рождения ксюши я хотела заказать торт и испечь один сама заказать один именно тематический но уже поняли на какую тему на беля и лишь поэтому я даже не знаю я тут поискала примерно какие тортики тортик я нашла только пока что примерно так зеленого цвета потеки черные и фигурка сверху я хотела сделать наполеон тортик ну и вот этот вот заказатель небольшой посмотрим у нас еще считаю у нас есть еще неделя ладно буду начинать и уборку потихоньку хорошо пока никого нет мне никто мешать не будет постирала я обувь они уже третий день у меня сохнут никак не могут высохнуть я боюсь их сушить сушилки сушильной машине потому что мне кажется они могут съесть потому что здесь вот они видите такие прям тканевые поэтому мне хочется чтобы они высохли естественным способом и вот эти вот тоже я у маргариты постирала кстати они и маленькие уже я не знаю будет ксюша их носить или нет нужно будет у нее спросить если не будет то значит только будут лежать пока каролина не вырастет так они в хорошем состоянии их еще можно носить и носить не они к сожалению тоже маленькие ну и у нас уже сколько вон мусора собралось картон пластик стекло здесь металлические здесь металлические банки склянки нужно завтра поехать это все выкидывать конечно хорошо так вот перебирать мусор отделять сортировать но немножко неудобно потому что у нас это не бы у нас невозможно выбросить вот здесь выйти возле дома нам нужно ехать в специальное место оно еще открыто знаете в такое время когда лео работает и пешком туда не добраться нужно на машине ехать он как раз в это время работает когда у них открыто поэтому мы едем только в субботу и не каждую субботу еще открыто через субботу получается одну одну субботу открыто следующую закрытой вот так вот мы должны высчитывать дни поэтому постоянно у нас скапливается не всегда время есть поехать выбросить это все немножко конечно неудобно если бы тут все эти пыли контейнеры было бы замечательно ну где-то здесь поблизости рядом это нужно постоянно куда-то на машине ехать сегодня я решила помыть полы вручную потому что мне нужно быстро помыть когда моет робот думаю это наверное часа три это точно времени у меня столько нет потому что потом приходят дети они тут начинают по мокрому полу ходить мешать хорошо робота включать когда ты уходишь с квартиры куда-то по делам там не знаю в магазин или еще куда-то гулять и ты оставляешь робота он тебе моет пока тебя нет когда все дома находится немножко это неудобно везунчик ничего делать не надо только спать кушать балдежный если на какую-то маленькую площадь например если мне нужно помыть только полы на кухне я могу робота запустить на кухню он быстренько там буквально 30 минут и кухня будет чистая но так если всю квартиру то это нужно уходить с квартиры и включать его москва 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, полы я везде помыла, у всех Теперь я перехожу в ванную комнату Так, вот что я хотела помыть Видите, в каком ужасном состоянии стекло Это просто ужас Какой налет белый А с этим налетом пароочиститель не справится Поэтому у меня для этого специальное есть средство Очень хорошее средство для этого У меня есть Durgol называется Он вообще от любой накипи От любого белого налета Очень хорошо справляется с этим У меня уже мало осталось Так вот вообще дело брызгать Немножечко подожду и потом буду вытирать Запомните, как выглядит это стекло Сейчас увидите, как оно отмается Девочки, красавицы Смотри, что ты играешь Смотри, что ты играешь Смотри, что ты играешь Котика Котика? Какой-нибудь жесткой щеткой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Зеркально чистая Ни одного пятнышка белого Вот так вот Здесь тоже все отмылось Было все прям белое С налетом Зеркало тоже протру И все На сегодня я закончу уборку Мам! Что? Я уже тут Открою дверь Привет! Надеюсь, он конфеты принесет Но я не думаю Нет, у него ничего нет Могу швать Ни одной конфетки нет Конфетки принес? Где? Покажи Ой, так мало Надо было тебе сказать Что у тебя там еще братья Ой, что у тебя еще сестры дома Тебе нужно угостить всех Понравилось? Хорошо было? Ты только что же покушала Здесь тоже протру Все, меня не остановить Я люблю, когда вот эти дверцы Прям чистые Незаляпанные Когда кухня выглядит чистенькая Аккуратненькая Шутки Ее нужно протирать постоянно Пятнышек Все На все, заканчиваю ее уборку Иначе я не успею ни ужин приготовить Ничего Ничего себе на тебя пухло Как Вот тут у меня тоже на спине Может быть я зеленкой помажу Потому что мне кажется Вот это не помогает Давай зеленкой помажу Маргоша захотелось печь Морковный пирог Нашла и рецепт В принципе очень простой Здесь нужна морковка Сахар Яйцо Оливковое масло Разрыхлитель Соль Мука Будем делать морковный Сегодня мы будем тестировать Нашу новую формочку Для пирога Но еще в ней ничего не пипит Поэтому сегодня Морковный пирог Хватит Хрюкл Яйца взбили Теперь нужно тереть морковку Кто будет петь? Давай Пальцы не сотри Смотри Здесь у меня 200 грамм муки И 20 грамм разрыхлителя Сначала нужно добавить сюда Морковку А потом уже муку Включить на 180 градусов Духовку Все, морковка готова Перекидываем ее в яйца Перекидываем сюда Перемешиваем Четко к нему пристало Он же хвостом миляет Ему не нравится Это как эксистенция получается И формочку я смазываю сливочным маслом Буду еще чуть-чуть Делать Сейчас аккуратненько разровняем Это все, чтобы было ровно Равномерно Я надеюсь, получится Я первый раз готовлю Поправляем на... Сейчас посмотрим, насколько минут Так, 180 градусов 50 минут Он тебе ухо торгает У него такой взгляд Он злой, Маргарита Он очень злой Я злой, страшный, серый волк Ты уже делаешь Я на диване сидела Он так сзади меня подошел Как прыгнул на меня И вот так вот лапами Прям на голову Хотя я ему ничего не делала Проверяем пирожок Я надеюсь, он приготовился Вроде да Оставлю я его остывать Потом вытащим Надеюсь, он вылезет из формы Порежу я ананас Иначе он точно попадет Он уже Уже немножко начал портиться Зелединку я вот так отрезаю Оно жесткое Вот так вот Урааааа Получилось Ну, нормально Смотрите, пончик В общем, будем Будем сейчас пробовать Вот такой пирожок аккуратненький Нет, там риса нет Видите, какой он? Нет, я попробовала Он даже не сухой, да? Нормальный? Нет, нет Влажный пирожок Влажный пирожок Вкусно? Вкусный Не сильно поднялся Поэтому, мне кажется, можно даже Для нашей семьи в два раза больше ингредиентов Все для меня Да, вот садись Можете сидеть Ну, Каролина такой точно есть не будет Она морковку не ест А Каролина не будет уже? Она ест только сырую морковку Она не вареную, не печеную, не жареную никакую не ест Только сырую Ну, хоть сырую Тоже полезно Пусть мы завтра вкушим Подарок делаю Господи Она у меня подарок делает, оказывается Ладно, все Потому что воскресенье, день матери у нас День мамочки Ладно, я пошла, спасибо Куда ты идешь? Я? Туда? Сейчас папа придет уже А что делать? Не знаю У нас праздник же, оказывается, воскресенье Я забыла А где мой подарок? А ты мне тоже подарок делаешь? Потом Потом? Когда потом? Завтра уже Завтра Завтра суббота И воскресенье Хорошо Пока Ксюша играет, я буду рисовать Фильку буду рисовать Филь, давай я тебя нарисую Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик Мне нравится рисовать вот таким вот коричневым карандашом Почему-то Вот здесь вот я рисовала Таким рыжеватым немножко Кирпичного цвета, коричневым Хочу рисовать вот такую веточку магнолей Мне нравится Здравствуйте Здравствуйте За мухой побежал Все, закончила я Цветочки рисовать Время уже час ночи, между прочим Все На сегодня хватит Кстати, почему я не снимаю на свой канал Не рисую У меня поломалось Это крепление, как он называется Штатив Штатив, который крепился к столу И камера, получается, свисала над столом Камеру мне теперь не за что вешать Нет у меня никакого приспособления, чтобы закрепить камеру Чтобы она на стола висела Вот, допустим Вот так вот я могу только поставить камеру Видите И когда я буду рисовать Особо не видно, да, что я делаю Как Камера, она у меня Вот так вот раньше висела Последнее видео, которое я снимала У меня камера висела Вот так вот И так очень хорошо все видно Что да как На сегодня все Будем отдыхать Гулять пойдем? Пойду выгуливать эту красавицу И спать Все Всем пока Увидимся в следующем видео Пока, пынь, скажи Субтитры сделал DimaTorzok